Здравствуйте! Начну с приятного. В следующем году мы будем отдыхать 121 день, а работать 245 дней. Новогодние и рождественские каникулы продлятся до 9 января. Так решило наше правительство на заседании Кабинета министров. Поэтому запасайтесь хорошими фильмами и вкусной едой. Уже сейчас начнем год с грандиозного праздника. А еще на заседании стало известно, что наши водительские удостоверения будут действительно не только на территории Абхазии и России, но и в других странах. И еще одна оптимистичная новость. Правительство приняло решение о строительстве современного медицинского центра на территории спортивной базы Эшера. Здесь будут лечить сердечные болезни. На прошлой неделе группа абхазских журналистов посетила плотину Ингургес, которая находится в Грузии. Энергетики ознакомили нас с состоянием станции, находящейся на грузинской стороне, и сообщили, что Ингургес будет остановлена в начале 2021 года для проведения ремонтных работ. На это мероприятие Евробанком будет выделен крупный заим, а также ожидается поступление инвестиций. В общем, с февраля 2021 года электроэнергию придется закупать, а следовательно использовать ее надо экономно. Благо, энергетики обещают, что ремонт продлится недолго – месяца четыре. Но вернемся на родину, в Абхазию. Нынешняя неделя началась с ожидаемого кадрового события – назначения мэра столицы. В первой половине понедельника теперь уже бывший сухумский градоначальник Адгур Харазия провел брифинг для журналистов, на котором сообщил, что слагает себя должностные полномочия по собственному желанию. При этом он отметил, что за пять лет им было сделано немало, но предстоит сделать еще больше и попросил прощения у горожан, которым не мог помочь. Видимо, президент был готов к такому развитию событий, так как в этот же день Рауль Хаджимба издал указ о назначении исполняющим обязанности мэра столицы, своего соратника Кана Кварчия, имеющего большой опыт работы как на политическом, так и на чиновничьем поле деятельности. Представляя нового главу столицы, президент пообещал, что спуска никому не будет, включая самого руководителя, и выразил надежду, что новое руководство сделает все для того, чтобы облик столицы изменился в лучшую сторону. Глава государства уточнил, что новому мэру досталось тяжелое наследство, и ему предстоит решить скопившиеся за многие годы проблемы, связанные с благоустройством города, системой водоснабжения и так далее. Рауль Хаджимба рассчитывает, что новый мэр остановит и практику незаконного строительства. А вот абхазский правозащитник Асида Шакрыл попыталась на этой неделе обратить внимание общественности на свою деятельность. Похоже, что именно для этого она подала касацию в Верховный суд, требуя отмены решения суда первой инстанции по иску Алхаса Квициния. Верховный суд отклонил жалобу омбудсмена ровно через день, отметив при этом, что уполномоченный по правам человека не является стороной или иным лицом, участвующим в деле, и этот факт исключает возможность обращения Асида Шакрыл с жалобой в суд касационной инстанции. Думаю, что омбудсмен и сама знала о процессуальном законодательстве, но пыталась таким образом продемонстрировать обществу свою активность в области защиты коллективных прав. Напомню, что в конце 2019 года уполномоченный по правам человека должна представить в парламент отчет о своей деятельности за 2019 и 2018 год, так как в прошлом году она не отчитывалась перед парламентом. Но ко протестованию решений Центральной избирательной комиссии все привыкли за многолетние выборы, как парламентские, так и президентские. Думаю, поэтому сообщение не вызвало интереса у общественности. На сей раз внимание общества было приковано к свадьбе, которая прошла в селе Кутол. Дело в том, что на этом знаменательном событии гостям подали зажаренных в полную величину козлов, чем в нашей стране, в общем-то, никого не удивишь. Вот гости и не удивились. Поели, попели и стали выкладывать пиршества в социальные сети. Видимо, хотели похвастаться. И тут пользователи Фейсбука, видимо, изголодавшиеся по сенсациям, принялись смачно обсуждать всевозможные подробности, связанные с биографией хозяев. Завершилась эта охота на ведьм печально. Был жестоко избит один из участников обсуждения. Сейчас он находится в больнице. МВД проводит доследственную проверку по факту избиения. Думаю, что в конечном счете все закончится размышлениями о неблагородстве, когда семеро на одного, как и в мае нынешнего года, когда ножевые ранения были нанесены другому пользователю Фейсбука Беслану Чкадуа. Но раз уж мы заговорили о социальных сетях, хочу поделиться с вами своим изумлением по поводу обсуждения появления новой рубрики на Гал ТВ. По своей наивности, я думала, что простое изложение событий, происходящих в нашей стране, априори не может вызвать негативной реакции. Оказалось, что все не так просто, и даже факты без комментариев вызывают нервную дрожь у пользователей Фейсбука в Грузии. На фоне мантры «Абхазия – это Грузия», которую мне предлагали запомнить буквально через комментарии и возмущенных смайликов, выделился лишь один пользователь. Он был недоволен подачей материала, несовременному. Удостою его своим вниманием, раз уж он такой поклонник Гал ТВ. Оскорбления и матерщину, звучащие с экранов, считаю признаком дурного тона. Если кому-то интересны подобные шедевры, то им надо смотреть «Руставе-2», а мы будем стараться пользоваться нормативной лексикой, так как другой меня мама с папой не научили. А теперь по существу, про мантру, которую так любят повторять в Грузии. «Абхазия – это Грузия». Позволю себе не согласиться, даже без всякого углубления в историю вопроса. Чтобы удостовериться в том, что Абхазия – не Грузия, надо всего-то пересечь Абхазо-грузинскую границу с абхазским паспортом, что я и сделала на прошлой неделе, и еще раз убедилась, что граница – это однозначно государственная, и не только со стороны Абхазии. Грузинские пограничники тщательно изучали, фотографировали и ксерокопировали мой паспорт. В какой-то момент мне даже показалось, что пробовали его на вкус. Так низко они над ним наклонились. Целых три больших мужчины на одним паспортом. Где, на какой административной границе вы видели, чтобы у людей, пересекающих не границу, не только выясняли место прописки, но и место проживания, телефон, благо родственников до седьмого колена не выясняли. Лично я такое не видела, даже на государственных границах. Я вам скажу, что на границе Германии и Австрии, на границе Чехии и Германии меня даже не останавливали. Телефон и место проживания у меня не спрашивают и по другую сторону, на российско-абхазской границе. Так что, сколько ни говори халва, мантра не помогает. Хорошей нам всем недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова